приветик мои дорогие снова из краснодара так прошлое видео я вам рассказывала как прилететь из сша в россию через стамбул следующий вопрос мне прислали тоже подписчики вот показываю вам и значит вопрос такой юля у меня вопрос как ты переводишь деньги из сша в россию сейчас многие девы снова этим интересуются надо бы пообсуждать на форуме форум это имеется ввиду форум русских женщин в сша тут не там . ком заходить из россии только через up and обсуждать на форуме и поднять эту тему например едем в гости и нужно заранее платить что-то чтоб родных не просить удобнее перевести сколько там если есть опыт какой-то новый то расскажи нам серым и убогим но я знаю кто это это девушка у нас очень известная на форуме наташа она спросила значит снова повторяю я уже записывала видео на эту тему как переводить деньги из россии из сша в россию но увидим а лень искать либо может быть думают люди что что-то изменилось на эту тему я сейчас вам расскажу на самом деле становится все хуже и хуже сложнее сложнее была небольшая лазейка это через банк аппетита венгерский банк но он выяснилось что сша деньги вернул обратно то есть мне было сказано в этом банке что проблем не будет счет открывался валютный в евро единственное что они мне сказали что счет при деньги придут не в долларах от евро то есть курс они банк сам меняет может быть курс не очень выгодный но они обещали что перевод пройдет я попробовала послала доллары заплатила 25 долларов и за перевод через два дня деньги мне вернули насчет того что санкции и банк этот вот венгерский из сша деньги не принял но когда я пошла банк разбираться вот теперь этот венгерский банк они сказали это только из сша из европы до сих пор типа того что отправляются без проблем то есть если вы находитесь евросоюзе и вы мои подписчики которые находятся мы допустим германии где-то то а теперь банк так и работает чтобы перевести через банк ребята вам надо сначала прилететь в россию открыть этот счет дальше про а теперь большого большой воспитательный знак они не откроют вам счет если у вас нет прописки российской поэтому если вы такие туристы которые сто лет не были в россии у вас нет гражданства даже допустим у вас гражданство есть и у вас есть загран паспорт но у вас нет внутреннего паспорта российского если даже если у вас внутренний паспорт но у вас нет прописки вы счет не откроете и вы не откроете счет практически ни в одном банке кроме сбербанка сбербанк был единственный банк который мне открыл счет без прописки но на основании уже действующего российского паспорта внутреннего поэтому вам нужно обязательно когда вы прилетите в сша на основании своего загран паспорта спасибо пойти в паспортный отдел поменять паспорт сейчас это очень быстро происходит мне поменяли паспорт на внутренний за три дня не вздумайте платить никакие штрафы то есть допустим у вас есть действующий не просроченный загран паспорт но у вас уже допустим внутренний паспорт просроченный и в нем допустим нет уже на фотографии нужно вклеивать какой-то определенный день 40 лет или что такое вы или 45 вы не вклеили вам могут сказать что у вас паспорт просроченный заплатите там какой-то штраф ничего не платите скажите что у вас не было в стране вы жили в сша и консульство внутреннего паспорта не меняет тогда вам нужно будет показать допустим ваш билет что у меня попросили билет что я действительно прилетела из сша посмотрят загранпаспорт увидят что действительно никакой отметки что прилетали в россию нет и они понимают что вы не могли по-любому поменять паспорта что сша консульство не меняет во стране него вам штраф не положен вот те которые платили штрафы ну и потому что они там небольшие штрафы может там зары тысячи рублей или там сколько-то там рублей небольшие деньги но смысла нет и платите их потому что по закону вам штраф не положен это мне объяснили в паспортном столе на основании того что вас не было в стране если бы вы были в стране жили вы не поменяли паспорт ну это друга другое дело тогда вам положен штраф вот у вас не было значит соответственно никаких проблем у вас дал не должно быть дальше если вы никогда не ездили ли не ездили давным-давно в россии у вас допустим все документы в порядке но у вас нет счета расчетного никакого банковского вы деньги вообще никак не положите никаким местом вы не можете просто переслать при только и но но никак и даже если у вас нет банка скачет допустим вы можете переслать кому-то из родных деньги папе маме и подругам кому-то переслать как криптовалюта то есть вам нужно иметь знакомого например такого как я который занимается криптовалюта вы можете ко мне обратиться если вам надо я вам помогу с криптовалютой ну и это при этом допустим я вам переведу криптовалюту но насчет кого-то у кого есть этот сбербанк то есть вам насчет сбербанке либо там альфа банка либо кого-то приведут в рублях по курсу доллара но вам нужно этот счет иметь если у вас этого счета нет вы себе как вы переведете себе что-то если у вас нет счета то есть вам надо по первому приехать в россию и открыть счет себе в банке тогда вы уже сможете решать вопросы как переводить опять таки будет криптовалюта через посредника я могу помочь у меня я работаю с компанией которая занимается этим делом то есть я перевожу доллары со своего банка допустим своего сарга я перевожу на счет coinbase вам нужно открыть этот счет крипто бирже на coinbase допустим вы перечислили вы переводите допустим тысячу долларов бесплатно без любых фи без любых комиссий это 1000 долларов вы спокойно за секунды буквально переводите на свою крипто биржу coinbase вот вы перевели как только вы получили 5000 долларов и с вы переводите их крипто доллары один к одному тоже без комиссии то есть ваши 1000 долларов вы переводите view sd так называемые с крипто доллары usd перевели и у вас теперь 1000 крипто долларов на счете в coinbase дальше чтобы вам эти к эти крипто бирдоллары с биржи сша попали не просто в россию на крипто биржу попали к вам на счет допустим сбербанке вам нужно а иметь этот счет сбербанке вы сами то есть не папа с мамой вам его не откроют вам бы сначала надо прилететь в россию и открыть счет для открытия счета сбербанке вам нужен внутренний паспорт с пропиской или без прописки откроют мне открыли без прописки любые другие банки альфа банк а 5 а теперь вот этот банк никуда не открывала поэтому ничего не скажу но альфа с меня потребовала прописку и от теперь потребовал прописку то есть они вам не откроют счет даже дебетный без прописки и когда вы приедете первый раз как привести деньги вам надо привести с собой доллар вы конечно понимаете что на таможне вам разрешат ну как якобы разрешают максимум 1000 долларов этом они скажут до декларации или без декларации если вы давно не летали в европу либо в россию либо вообще из сша не вылетали давно я хочу вам сообщить что перестали выдавать вот эти декларации из раньше мы даже в мексику летали давали декларацию вам привлете допустим сша либо в мексику сколько вы летите везете наличные эти декларации в какой-то определенный момент вообще отменили я даже не заметила когда это произошло причем я летаю постоянно но если не в россии то в мексику не в мексику куда-нибудь карибские острова но я летаю постоянно его не помню в какой момент произошло что это вот бумажка вот эта форма декларация она просто исчезла и больше нет но не выдают то есть вам где-то там форме отмечать что везете вы там до 10 тысяч или везете в 10 тысяч больше не нужно потому что этих форм нет то есть где декларировать я не знаю некоторые говорят если там меньше десяти тысяч что везете если больше десяти тысяч надо декларировать где декларировать я не знаю форм не выдают поэтому я уже ездил вот этому 3 по ее полю приезд за год третий приезд в россию за год сначала я была в том году 9 мая с копейками 9 мая летала прошлом году 2003 потом я летала в конце сентября 2003 теперь я прилетела вот в июле 2004 ну чуть-чуть так 2 с копейками быстрее прилета за год с копейками на поскольку скажем за год для округления и ни разу я не декларировала никакие деньги нигде и каждый раз я привозила больше долларов чем 10 тысяч то есть например у меня было 10 тысяч в одной в одном кошельке 10 тысяч там допустим дам дамской сумочки и там еще раз ована там и сям поэтому все которые говорили что ой не дай бог вы привезете больше десяти вам там будут проблемы ты не декларируете вас никто не спрашивает но наш риск я летала уже три раза три раза обвозила больше десяти тысяч меня никто не спрашивал ни на выезде никаких форм декларации не давали никакой пограничник ничего не спрашивал ни на въезде в россию никто не спрашивал сколько я вожу спросили за деньги вообще единственный раз за три раза выезда когда я вылетала в апреле через сочи и сочи в стамбул меня спросили сколько вы вывозите из россии я говорю 500 долларов без проблем то есть на вывоз один раз эту форму не давали запомнить просили буквально чисто для отмазки то есть я себе сказала да я везу сколько там ну то есть видно было что и было неинтересно там была женщина она так как бы мимолетом просто спросил он таким вот найти тоном ну как бы для отмазки то есть на самом деле никто не интересовался сколько денег вы вывозите поэтому не переживайте если вам нужно ввести там допустим квартиру собираетесь покупать или еще что-то летите вы там с мужем или с кем-то я вам советую ввести больше ну как не я не советую я расскажу свой опыт да допустим вы как хотите но я везла мне нужно было квартиру покупать не нужно было допустим 50 тысяч долларов я их привезла то есть я их распихала там первый раз там допустим 20 тысяч привезла второй раз там 30 тысяч привезла если вы можно было больше вести но так вообще что общенького не интересует никого не шмонали при мне ни у кого сумки не открывали декларации формы никакие никому не спрашивали если ничего никто не спрашивает но я не знаю скажите зачем париться и там что-то декларировать то есть мне надо было я привезла наличные ну допустим потом мне наличных не хватило тут уже на месте легко поменять доллары на рубли опять-таки его момент большой обязательно когда вы будете брать наличные в банке в американском просто стойки на своем требуйте чтобы желательно вам дали новую пачку то есть прямо новую пачку вот вы знаете наличные которые они прямо вот упакованы вот свежие свеже напечатанные и по ним видно они прям вообще хрустящие они такие как слив 6 1 к 1 прилипшие прошлый раз я была в банке в сарга мне дали такую пачку даже 2 я старые купюры принесла она новая применяла в этот раз во первых я уже пошла в банк за день до отлета мне надо было ну я не успевала как бы вообще было неизвестно когда я лечу потому что мне там новая работа новые возможности образовались я про это другое видео сделала там целое целое но большое новое новостное событие у меня произошло жизни но это я уже расскажу потом отдельно вот и мне не было времени ходить по банкам я пошла в первый ближайший маленький маленькое отделение был сарга и у них не было вообще вот этих новых купюр еще был конец дня вот тоже был минус то что я пошла в конце дня вот и который который мне дали они были все никудышные то есть тут банки могут вообще не принять валютчики на руках которые меняют они примут но они вам сбавят курс то есть допустим сейчас вот сегодня меняла 88 рублей за доллар он сказал если бы на купюре были по марке если вы были уголки помятые были бы какие-то вообще вмятины или там складки на купюре не дай бог карандашом что-то отмечено не дай бог там краешек надорваны или чего они либо вообще не берут а вот это я не беру потому что у меня не примет потом банк либо они сбрасывают цену то есть если бы потрепанная купюра он даже на 3 доллара до 3 рубля может скинуть вместо 88 если там так себе купюра хорошего там нарисовано что-то было бы не 88 87 а если купюра там еще какой-то складочка это было бы 88 минус 3 может быть 85 а если там чуть посильнее там на ней какие-то потрепки то вообще не возьмут поэтому не получается чтобы вы привезли там есть тысяч долларов и потом выяснилось что из них почти все потрепаны и вообще не сможете поменять вообще никто вообще их не возьмет вы мужики так вот так попасть только если какие-то ваши друзья возьмут может быть срок но это я сомневаюсь потому что сейчас все знают что в турции уже не берут практически потрепаны или там такие вот плохом состоянии купюры люди которые ездят отдыхать то есть только может самый американцы который в америку вернулся они в банке сдадут свой там берут потрепаны другие не знакомого и сдадите и чтобы не получилось из вас просто переживаю чтобы вы не получилось что вы приедете в привлете свои доллары и вы не сможете даже их сдать и вы останетесь с этими потрепанными сыновым долларами бумажками без возможности вообще плачевать что-либо это вам рассказала вариант начинами значит соответственно итог вариант номер один перевоза денег это привести наличные с собой вот покрыть что я уже вам сказала хотя 10 стоит вроде бы официально все это знают что 10 лимит но фактически никто не проверяет вообще что никого не волнует форм больше не дают декларации и я сколько раз летала никто не спрашивает никто не шмонает я привозила больше десяти тысяч я не говорю что даю вам совет я просто говорю что это реальный способ привезти деньги он работает и деньги я привезла значит вариант номер два вы допустим приехали привезли 10 тысяч а вам надо 100 потому что вы хотите квартиру купить опять-таки вариант номер один номер два это декларировать в сша эти всю сумму то есть эти 10000 долларов наличными декларируйте ищите в аэропорту таможенников декларируйте показывайте им что вы продали дом показывайте бумаги контракт бумаги от с любых там каких-то там лоу фирм или там где вы тайтл компании что вы оформляли документы показывает доказывайте что вы деньги эти получили за счет продажи дома вот и полота больше 100000 а в пределах 100000 просто с банка несите бумажку что вы наличные эти вытащили из банка потому что еще и везите их соответственно в рюкзачки каком-нибудь который вы будете с собой носить там впереди на груди нужно запись не ставьте чтобы сзади вас не вытащили впереди но если вы не хотите таскаться с наличными соответственно номер три опытный способ номер три это опять-таки криптовалюты и криптовалюты тут уже вариант следующий либо у вас есть знакомые которые нужны криптовалюта я недорассказывала то есть криптовалюта вы ничего практически не теряете то есть допустим мне нужно перевести 10000 долларов я когда уже окончательно я получаю в рублях и курс рублях мои знакомые мы меняем на средний курс то есть продажи допустим 80 рублей покупки ну нет покупка 80 продажа допустим 90 мы соответственно пополам складывать и делить пополам средний курс но обычно совпадает как раз биржевым курсом вот это вот биржевой курс доллара на американской бирже он обычно совпадает то есть это как они продают и покупают видимо они от среднего от ним отступают туда например 5 рублей сюда 5 рублей а в итоге будет биржевой курс вот соответственно делите на пополам и вот в средний курс в этом курсе вы получите деньги на свой счет допустим сбербанке в рублях то есть чем вы теряете ну них ни в чем ни в чем посмотрите скрипты еще раз технологию рассказываю со своего банка сбербанке шусть извините свелс фарга был свелс фарга вы отправляете на свою на свой счет крипто биржи coinbase других крипто биржи я сейчас не знаю потому что кучу бирж закрыли для граждан сша вот санкции не станции но гражданам сша закрыли крипто бирже здесь раньше была бина там были какие-то махинации она по-моему китайская кабинанс или ну как это азиатская была биржа в итоге из сша выгнали ее там были какие-то хакерские атаки на эту биржу там какие-то кучу было всяких разных движняков и в общем сша практически во всех штатах вообще запретили даже регистрироваться в каких-то штатах там запретили операции с ней ну допустим аккаунт можно неважно то я уже понесла как бы не в ту степь поинт в том что вам нужно к нбс к нбс на данный момент государственно регулируемая база на которую по крайней мере можно открывать еще счета вы покажете все свои данные естественно там данные драйвер лайсенса адрес там даже по мужу счета какие-то требуют белые чтобы адрес его подтвердить о чем раньше было вообще открывали эти счета у меня был к нбс счет на ролик 10 назад еще ничего не надо было то есть открывали счет не надо было никаких подтверждений сейчас надо миллион подтверждений и вам налогово продучи если вы просто деньги завели иных вывели куда-то там то это ничего то если бы покупали бы вы крипту продавали на этом вы заработали ну допустим купили bitcoin по 20 долларов продали по 70 и вопрос от свой вам нужно налогово подать соответственно не переживайте вам ваши там несчастные копейки ваши переводы даже 100 тысяч долларов вы переведете они куда ваш перевод это профита нет вам налогово подавать не буду вот дальше значит переводите деньги из банка своего на криптов биржу по моему можно сутки десять тысяч долларов переводить без комиссии и мгновенный перевод то есть вы нажали кнопку без тысяч она через там три секунды у вас у крипто на крипто бирже эти деньги будут находиться и они будут находиться под видом us доллары вы тоже конвертируете их крипто доллар меняется один к одному ничего вы не платите никакие фи вы не платите то есть один крипто доллар меняется на 11 доллар меняется на один крипто доллар и как бы все вот допустим у вас теперь с 1000 крипто долларов на coinbase вариант номер два допустим у вас есть мама папа друзья кто-то у них тоже есть счет на какой-то бирже сис на не coinbase у сакон без сакон американцев ну допустим вот у меня знакомые у них счет допустим на binance то есть черт нес binance дает адрес мы находим сеть через которую дешевле всего отправлять если будет управлять через bitcoin или через ethereum там комиссионная приличная комиссия вам не надо мы вы отправляем обычно через солону там целый список он вам кинкойн без покажет через какие сети можно отправить бесплатно я выбираю солону и она мне дает допустим моя подружка адрес кошелька который отправляет криптовалюту через солон ребята если вы этим не занимались вы не знаете что то такое вам рекомендую тогда обратиться кому-то например ко мне я вам все покажу расскажу объясню вот ну как бы лично каждому это будет индивидуальная консультация то что конечно не могу каждому отдельно там заниматься вот установка всех этих счетов открытия переводы мы там обговорим какую-то там комиссию я помогу но бесплатно это делать не буду что на самом деле это очень time консумен занимать много времени вот либо надо легнет процесс надо учить про это все про это все узнавать это тоже занимает время я занимаюсь этим 10 лет криптовалютами поэтому я могу вам помочь если вам не хотите с вами изучайте сами ищите каких-то друзей знакомых которые вам помогут если это бесплатно вот либо если у вас нет времени вы никого не знаете кто поможет обращайтесь ко мне я вам за символическую там какую-то плату мы договоримся я вам помогу и открыть счет и перевести деньги то значит следующий шаг допустим у вас есть знакомый вася петя коля у которого есть счет на binance ну что как это другая крипто биржа я не знаю в основном я встречала что россиян у многих есть счет на binance он вам находит значит вы находите нетворк через которую coinbase отправляют бесплатно то есть вы не платите никакие фи обычно это не bitcoin я говорю bitcoin обычно всегда есть и отправка значит на binance вот мы нашли за мучу салона там куча там их целая куча мы несколько раз слона отправили из проблем ничего ты беру это тысячи уже крипто долларов и отправляю через сеть в салона на крипто биржу binance и человек получает там же эти же крипто доллары но это крипто доллары на binance и у них своя валюта называется юзди ю и юзди все но ты педа тезер короче называется ты за ю ю с тес или что-то такое чем тезер это крипто валюта вот этот бинация и там за конвертацию американского доллара на вот этот вот их нет и тезер хотя он обычно идет он стоит столько же один там доллар этот один тезер обычно стоит как один доллар но за конвертацию биржа берет какие-то копейки причем за 1000 долларов ну может быть там не знаю три доллара с вас возьмут за конвертацию доллара крипто coinbase на тезер вот этого binance то есть 3-4 доллара ну что вот количество но какие-то там не всегда были очень маленькие суммы то есть там даже даже не о чем говорить вот и человек получит допустим эту же тысячу долларов минус там три доллара за конвертацию тезер получать на тысячу долларов на свой комбы на свою binance если у вас есть уже открытый счет или у вашей мамы у вашего папы в рублях человек вам со своего binance а это уже там получится 997 долларов по среднему курсу переводит рублях на счет ваш мамы папы подруги дяди тети одноклассника кого-то сбербанк альфа-банк скажет им по номеру телефона либо по номеру счета все деньги получать его обычно они приходят ноут уже там за минуты то есть операция вот моя я последний раз приводила 5000 долларов перед были там сюда уже вот в эту в эту поездку неделю назад вся операция заняла 10 минут то есть с моего вэлс фарга банка я переслала 5000 долларов на coinbase за три секунды потом не заняло три секунды поменять американский доллар на крипто доллар тут же на кондрис потом переслать знакомой через сеть солана бесплатно эти же крипто доллары тысячу крипто долларов на тысячу крипто долларов и и а лайки переконвертирует и в тезер ну там почти что один к одному там ну доли процента обычно разница бывает тоже зависимости от состояния рынка она практически один к одному там копейки даже не стоит разбить они меняют на этот крипто доллар тезер бинанс бирже и переводит она тут же по курсу мы смотрим какой средний курс она по этому среднему курсу переводит мне в банк сбербанк то есть у меня уже счет бирбанка был открыт но опять таки сначала вам надо приехать наверное с наличными поменять сделать все документами чтобы у вас было паспорт был допустим утренние уже не просрочены если его нет начало надо получить для сбербанка прописку не требовали для всех других прописка нужно открываете дети счет для того чтобы открыли счет еще момент вам нужен русский номер телефона для получения русского номера телефона тоже два две опции опция номер один вы просто покупаете там самый простейший допустим телефон я купила там за 40 долларов китайский какой-то телефон и вы покупаете там сим-карту к этому телефону и берете план план unlimited все все безлимитное интернет смски и звонки по россии стоит 7 долларов примерно 78 долларов на 700 рублей это сейчас новая программа как это вот не вчера сыну открывали там значит предоплату если им берешь на три месяца 15 процентов скидка на 6 месяцев 20 процентов скидка то есть от 700 рублей еще отнимите 20 процентов мы взяли сразу на полгода допустим ему да а там посмотрим потому что надо будет виза на 6 месяцев только дается тоже гостевая там посмотрим как у нас будет статус документами к этому времени надо будет продлить или нет номер останется тот же самый телефона просто тоже цена будет обычно 700 рублей стандартно она сразу вот сейчас если вы новый юзеры там ты это про мтс я говорю то у них вот это вот скидка сейчас идет закрываете счет платики и заперет предоплату тот скидка на 3 месяца 15 на 6 месяцев 20 процентов для тех кто будет получать то есть я забыла сказать что не просто паспорт вам нужен для открытия счета в каком банке зависимости в без прописки сберии либо с прописка в другом банке но вам нужен номер телефона то есть ваш первый поход должен быть получить паспорт или обновить его ваш второй поход и паспортный стол ваш второй поход должен быть в мтс или билайн или там какая у вас на телефонная связь туда идете а уже после этого семьи но номер телефона для чего вам это надо потому что когда вам откроют счет расчетный вам будут присылать кучу всяких разных подтверждений на смс-ку и они будут говорить вам дайте нам этот код который вам сейчас пришел наверно смс-ку вам надо будет этот код дать пока если вас не будет телефона с вашим номером чтобы пришел код то соответственно вы не сможете этот банк банковский счет открыть вы что подтверждение не будет приходить я тоже думала про то что может взять допустим телефон папы или кого-то и его пускай смс-ка ему проходит но они сразу увидят что папа допустим уже открыт счет на этот номер телефона допустим уже какой-то другой счет открыт соответственно дело не прокатит а счет должен быть привязан к номеру телефона если номер телефона не подходит или уже совпадает с другим то я думаю что не прокатит это дело поэтому начало менять и паспорт обновляете потом идете в мтс получаете покупайте телефон либо номер вариант номер два извиняюсь забыла сказать если у вас по новей телефона с 11 модели выше там по моему вот уже может вариант быть либо одна симка но можно взять виртуальную либо физическую одну симку и меня тех кто с телефон не надо покупать новые либо если у вас вообще новые какие-то модель телефона там есть два разъема вы можете купить симку вторую и у вас будет одним телефоном будете пользоваться двумя номерами телефона будете просто выбирать и сегодня под эти вот симка и заходите завтра под этой сыну мы взяли виртуальную симку который не надо вставлять то что я не хотела чтобы там ковырял вы ковыривал эти симки вот есть такая и 7 то есть это виртуальная симка которую через qr-код вы регистрируете эту сим-карту и таким путем у него появляется два номера высвечивается в телефоне он тоже выбирает он этим номером он пользуется или он другим номером сегодня пользуется вот и соответственно у него сад появляется российский номер у нас уже появился его российский номер завтра мы планируем идти в банк открывать ему счет сегодня поменяли деньги его доллары на рубли и завтра мы идем их соответственно вкладывать в банк вот то есть а других вариантов на данный момент сейчас нет опять возвращаюсь обратно суммируем вариант 1 вы везете наличные вариант 2 вы переводите криптовалюту извиняюсь если вы не летали ближайшее время счета вы себе не открывали счета у вас никакого нет то вопрос вот этот вот можно ли нам самому себе послать сколько-то денег и покупать на эти деньги себе билет россию билет на ласточку на самолет на поезд и так далее нет пока вы первый раз не прилетите с наличными не проведете здесь все операции которые нужны для того чтобы открывать банковский счет вы ничего не сможете сделать вот поэтому опция такая вы едете первый раз с наличными приезжаете делаете все документы я вот как раз и следу сбербанк вот делаете все документы наличные меняете на этот доллар и меняете наличные на рублей на месте открываете сбербанка себе счет потому что не нужно прописку дождь собирается сейчас я как попаду под дождь вот и все как открыли счет тогда уже когда вы будете даже в сша вот допустим второй раз я была в сша и мне надо было купить билеты на самолет аэрофлот нужны были рубли то есть я тогда опять-таки провожу эту операцию через риск раптовалюту и мне знакомая рубли кидает на мой российский банковский счет и когда покупаю билеты на аэрофлот я пользуюсь этими деньгами либо оплачивать допустим коммунальные за квартиру либо платите за квартиру либо там свой ипотеку оплачивать и так далее то есть вы можете находиться в сша и вы можете пополнять свой банковский счет в россии и сша но у вас должен быть человек который вам вот эту вот операцию с криптовалютой провернет если вы ищете таких знакомых у меня просто много людей которые занимаются знакомых бизнесом и поэтому всегда им нужны криптовалюта не ездят за границу за товаром если вас таких людей нет вообще никого вы никого не знаете вам нужна помощь обращайтесь ко мне индивидуально зависимости от суммы я думаю что мы сможем этот вопрос решить ребята которыми помогают они могут взять какой-то процент за наличку небольшой вот новые деньги переведете иначе я не знаю какие еще варианты если кого-то есть какие-то другие варианты кстати если не сказали же рейфайзер вообще выходит уже вроде как из бизнеса должен закрыться в россии в ближайшее время вот информация от водителя директора рейфайзера в краснодаре но при тем тем не менее если даже вы надумаете через рейфайзер что-то делать я не знаю примут ли они сша сюда отсюда отсюда туда 10 процентов сейчас берет рейфайзер за операций с валютой 10 процентов зависит за 10 тысяч долларов от платите 1000 долларов а я могу помочь гораздо дешевле среду через ребят который этим заниматься так что на если нужно контактировать меня можно через телеграм-канал контакты в описании под любым видео либо можете контактировать через email который у меня тоже в описании под любом под любым видео и под названием канала у меня дан я отвечаю обычно на email и очень быстро следующее видео будем разбирать как найти работу желательно дистанционно чтобы работа была платилась в долларах но вы жили бы в россии нужно ли сдавать тесты по-английскому какие выбрать компании для теста по английскому как эту работу найти на каких сайтах ее найти насколько это легко я все это расскажу я принципе уже рассказывал на народа забыл вот у меня есть письмо от подписчика из далласа который это спрашивает но я это тему буду освещать другом ролике сейчас я иду в пейербанк ребятки вкладывать свои обмененные доллары на рубли всем пока до связи пока пока